Хотел ли бы ты когда-нибудь иметь возможность посетить любое место на планете? А что если я тебе скажу, что это возможно? И очень просто! Сегодня я отправлюсь в свой родной город, где я провёл всё своё детство в виртуальной реальности. Добро пожаловать на планету Земля! Прямо сейчас передо мной ты можешь видеть целую планету Земля. Вот где-то вот здесь вот сейчас нахожусь я, вот где-то в этой точке, вот он я где-то там стою. А где-то на этой планете прямо сейчас находишься ты и смотришь мой ролик. Возможно, ты, например, где-нибудь вот здесь. В Самаре, например, почему бы и нет. Возможно, ты меня вообще смотришь из какой-нибудь другой страны, не знаю, там из Америки. Вот, например, из Нунавутленд Клеймса Гриммэн Торвят и Нуитовнетленд. Нормальненькое такое название города, я бы его точно никогда не запомнил. Но самое что прикольное в этой игре, что мы с тобой можем отправиться абсолютно в любую точку на нашей планете Земля. Бля, ты посмотри, как красиво выглядит темная сторона Земли, на которую не падает солнце. О, просто жесть. И сегодня в этом ролике я хочу отправиться в свой родной город, в котором я сейчас нахожусь. И в котором я провел все свое детство. Ты посмотри, как он классно выглядит. Но если ты думаешь, что мы просто вот так вот будем смотреть на него сверху, или, например, вот так вот, мы еще можем сделать... Я летаю над своим городом. Конечно, таким образом мы бы тоже смогли посмотреть мой город. Но если смотреть на него так, то тут вообще хрен, что поймешь. Потому что у нас все какое-то 2D-шное. Но прикол этой игры в том, что мы можем с тобой подлететь абсолютно к любому месту. Вот, например, к этой машине. И теперь нажать вот сюда. И мы с тобой попадаем именно в это место. Я, честно говоря, даже не знаю, где я сейчас нахожусь. Какие-то тут леса, машины ездят. Я хочу отправиться к своему родному дому. А вот мы и на месте. В сегодняшнем ролике я хочу с тобой немножечко поближе познакомиться. И показать тебе, где я провел все свое детство. Тут, правда, иногда не все прогружается. Потому что мне приходится сидеть через VPN. Потому что это приложение в России не работает. Блин, я даже не знаю, с чего начать. Давай по порядку. Привет, меня зовут Джека. Мне 22 года. И почти всю свою жизнь я прожил в городе, который называется Новосибирск. В котором я нахожусь прямо сейчас. Виртуальной реальности. Мы с тобой стоим на каком-то светофоре. А вот за этими домами находится мой дом. В котором я жил все свое детство. И в котором до сих пор живут мои родители. Поэтому я не буду говорить, какой точно у меня был дом. Чтобы мои подписчики не пришли в гости к моим родителям. Скажи мне, чем занимается любой школьник? Конечно же, он ходит в школу. Я хочу сходить в свою школу, в которую я ходил 11 лет. Но в виртуальной реальности. И заодно, пока мы будем с тобой идти. Я буду тебе рассказывать различные истории. Которые связаны вот с этими всеми местами. Потому что еще раз напомню. Мой дом находится где-то вот тут. А мы с тобой сейчас отправимся вон туда. Вот вперед. К моей школе. Я этот маршрут знаю наизусть. Потому что я каждый день ходил в школу именно по этому маршруту. Вот где-то здесь в подвальчике. Сейчас, подожди, мы туда телепортируемся. Вот здесь в подвальчике. Раньше находился магазин. А что тут теперь? Эко-маркет какой-то. Я все время, когда ходил в школу, заходил вот в этот подвальчик. Потому что там продавались какие-то прикольные сладости в этом подвале. Видимо, этот магазин уже закрылся. Ладно, пойдем с тобой дальше. Где-то здесь была какая-то кофейня. В которой у нас ходили всякие мажоры. У которых было много денег. У меня столько много денег не было. Чтобы покупать кофе за 280 рублей. Мне мама давала 50 рублей на то, чтобы покушать в столовку. А иногда вообще не давала ничего. Потому что меня в столовке в школе кормили бесплатно. Потому что я ведитель из многодетной семьи. Мы с тобой прошли, наверное, метров 50 от моего дома. И дошли до оперного театра. Я этот оперный театр показывал уже во многих своих видосах. Его даже перестроили в Майнкрафте. Я даже в Майнкрафте этот оперный театр показывал. Я прямо вот в этом месте. Вот видишь? Вот в этом уголке проводил сходку. Наверное, в 2018 или 2017 году. Вот здесь я стоял со своими подписчиками. Наверное, туда мы с тобой не сможем пройти. Потому что туда не заезжала наша гугл-машина. Ладно, нам с тобой придется идти по дороге. Но в школу я ходил вон в ту сторону. Вот по этой тропинке. Я шел через оперный театр. Но мы сегодня с тобой в роли машины. Поэтому нам придется поехать по дороге. Дым-дым-дым-дым-дым-дым. Едем-едем по дороге. И доезжаем до главной площади в городе Новосибирске. Ох, сколько воспоминаний у меня связано с этим местом. Как тут много машин. Ёкарный бабай. Моя школа находится вон в той стороне. И мы как раз таки сейчас туда с тобой и отправимся. Прямо вот так вот по дороге побежим. Блин, мне интересно в этих гугл-картах. Можно ли пройти к моей школе? Кстати говоря, вот он сам оперный театр с передней его части. Давай куда-нибудь сюда вот телепортируемся. У нас тут стоит памятник Ленину. Как и, наверное, в любом другом русском городе. Если ты мой лдовый подписчик, то ты, возможно, смотрел мое видео в Майнкрафте. Где я показывал тебе свой город. Потому что мой город построили в Майнкрафте. Но в реальной жизни я тебе его еще не показывал. Поэтому, ну, почему бы его не посмотреть? Блин, реально красиво выглядит. Вот именно по этой дорожке я все время ходил в свою школу. Я бы хотел туда телепортироваться, но я не могу. Потому что я могу перемещаться только по дороге. Давай дойдем до пешеходного перехода. Вот до этого пешеходного перехода я доходил. Потом переходил вот эту дорогу. Потом вот эту дорогу. Потом вот эту дорогу. Здесь вот у нас есть мое самое любимое место, которое находится в нашем городе. Если его еще не закрыли. Потому что я здесь не был, наверное, со времен школы. Че, реально закрыли? Не, не закрыли. Ты посмотри. Вот оно мое любимое место. КФС. Сейчас, наверное, многие подумают, что это какая-то реклама. Но я реально обожал ходить в КФС после уроков. Так как мне давали в день по 50 рублей. Мне хватало ровно денег, чтобы купить один Айтвистер. Я его все время покупал. Смотри, даже сейчас тут какой-то школьник стоит на самокате. В этом КФС вообще никого не было, кроме школьников. Сюда ходили только школьники. И только из нашей школы. Ладно, хрен с ним с этим КФС. До самой школы мы еще с тобой не доковыляли. Напомню еще раз, что мы с тобой пришли вон оттуда. А моя школа находится еще дальше. В этом месте со мной тоже одна смешная история произошла, которую я уже рассказывал в одном из своих предыдущих роликов. В этом месте меня однажды даже побили. И такое бывало. Блин, слушай, вот я сейчас иду в свою школу в виртуальной реальности. Я понимаю, что моя школа реально капец, как далеко находилась от моего дома. А ты прикинь, я сюда ходил каждый день. Кстати говоря, вот здесь, можем даже туда пройти, находится не моя школа, а моя музыкальная школа. Ты посмотри, там даже написано. Правда, плохо видно. Детская музыкальная школа номер 6. Вот в этой музыкальной школе я учился 7 лет. Блин, какой крутяк. Ты посмотри, видишь вот это окно? Это как раз таки то окно, за которым я все время и занимался музыкой. Там находился именно мой кабинет, где я занимался на фортепиано. Я тут не был хренову тучу лет, как классно. Ладно, давай вернемся обратно, потому что мы с тобой все-таки шли не в мою музыкальную школу, а в мою школу. У меня тут было все очень удобно. Налево пойдешь, музыкальную школу найдешь, а направо пойдешь, найдешь мою обычную школу. Мы с тобой шли вон оттуда и заворачиваем вот по этой дороге еще подальше. Блин, чуть не прошел, очень знаковое место. Короче, вот за этим домом находился компьютерный клуб. Именно сюда я убегал, когда прогуливал разные уроки. Ну там, знаешь, такие труды, физру. Да и все остальное тоже. Я, короче, убегал все время именно вот сюда. Потому что в тех дворах был компьютерный клуб. Я даже помню, что там один час без интернета поиграть стоило 30 рублей, а с интернетом 40 рублей. Ну а мы медленно, но верно приближаемся уже к моей школе, в которой я провел большую часть своей жизни. И да, вот она. Прикинь, как далеко она находится. Кстати говоря, если ты посмотришь на эту школу, то ты, возможно, кое-что заметишь. Если ты смотрел мою рубрику «Школа в Майнкрафте», ты по-любому узнаешь в этой школе ту школу. Потому что я ее скопировал именно со своей школы, в которой учился. Правда, в нашей школе в Майнкрафте было чуть побольше этажей. Но в целом, даже внутри, школа в Майнкрафте получилась примерно такая же, как и у меня была в реальной жизни. Поэтому, если ты не смотрел мою рубрику «Школа в Майнкрафте», можешь посмотреть и узнать, как моя школа выглядела изнутри. К сожалению, я туда отправиться никак не могу, потому что, опять же, туда гугл-машина не ездила. Но зато мы хотя бы можем посмотреть на нее со стороны, или встать куда-нибудь можем сюда. Может, тут получше видно. Ну да, что-то получше немножечко. Вот так вот я каждый день, ну почти каждый день, за исключением тех дней, когда я прогуливал уроки. Я шел от своего дома до этой школы. Я не знаю, понравилось тебе или нет, но прикол этого приложения в том, что я могу отправиться абсолютно в любую точку на нашей планете. Некоторые города в этом приложении сделаны даже в 3D. Вот, например, Париж, ты посмотри, как классно тут все выглядит. То есть тут можно прямо полетать по городу. Конечно, текстурки оставляют желать лучшего. Что это такое вообще ужас? Какой-то какой-то камень лежит. Но в любом случае, мне кажется, что это прямо-таки будущее наяву, и в будущем это все будет улучшаться, дорабатываться, и мы сможем вот так вот посетить абсолютно любую точку на нашей планете. Капец, какой огромный Париж, вообще жесть. Короче, если тебе понравилось, поставь лайк, и я отправлюсь еще куда-нибудь, покажу тебе, может, свою дачу или другие города, в которых я тоже жил. Так что обязательно подпишись на канал и тыкни на колокольчик, чтобы не пропустить такой крутой ролик. Ну а мы с тобой увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok